Привет! Расклад на неделю. Что готовит в будущей неделе? Какие подарки даст судьба? Совет на неделю получим от карт Ленорман. Это общий совет на неделю в конце расклада. А расклад я буду делать на очень конкретный колодь. У меня, как всегда, конкретно, по делу. А называется «78 дверей». С понедельника по воскресенье. Разберем детально каждый день недели. Буквально, что ждет каждый день. Какие будут особенности каждого дня. Я приглашаю вас принять участие тем, что вы подумаете о себе, о своей жизни. Подумаете о том, что вас сейчас тревожит, волнует или наоборот, чему вы радуетесь. Если тому, что тревожит, какой совет даст расклад, какой вывод, выход из сложившейся ситуации. Но если что радует, тоже праздник нужно уметь организовать, иначе он мимо пройдет. Я очень люблю «78 дверей». Они всегда говорят правду, они всегда показывают конкретно. Что даст понедельник? Что принесет день? Ветер перемен. Какие ветра? Какие события? Какие возможности даст день? Карта мага. Маг и десятка пентаклей. Лучше не придумаешь. Но мы ничего с вами не придумываем. Карты видны на экране. Все видно. А карта мага говорит, что все в ваших руках в этот день, абсолютно все. Вы можете все. Вы можете достигнуть больших высот в этот день. Я бы советовала даже записывать за собой какие-то мысли, слова, события. Потому что потом это окажется откровением. Карта мага, она выходит редко. Кстати, несмотря на то, что это первая старшая рука, она выходит очень редко в раскладах. Потому что это редкая удача, когда все зависит от вас, и вы можете сделать прорыв. Прорыв в том, что для вас актуально. Здесь у нас пентакли, значит, может быть прорыв в деньгах, карьере, финансах, приход денег, покупки и продажи, ценные бумаги, владения, оплатить, заплатить, получить выплаты. В общем, все, что касается финансов. А десятка пентаклей – самая лучшая карта. То есть это много денег. Можно будет понять в этот день, как заработать много денег. Можно будет понять, что действительно вы можете состейно. Потому что есть понятие, знаете, сорвать джекпот, когда человек просто, ну, единожды у него что-то получилось. А можно подумать, что вы сможете делать долго и получать от этого доход на каждый день. Потому что ведь это важнее, чем какой-то быстрый приход, большая сумма. Важнее, чтобы каждый день деньги шли. И десятка пентаклей – это тогда, когда вы можете строить свою финансовую свободу, независимость, когда у вас может быть достаточно денег на то, чтобы переехать в какое-то лучшее место под солнцем. Или же построить себе дом, если кто счастливый, может это себе позволить. Теперь это очень мало где возможно на земле нашей. Ну и вот вы откройте свои способности. Как бы по этим двум картам это как третий глаз откроется. Откроются ваши способности, откроются ваши возможности. Шикарная совершенно карта. Если у вас в гороскопе представлена достаточно плотная и значимая стихия Пентакли, стихия Земля – это тельцы, козероги или же девы. То есть там личностные планеты у вас. Личностные планеты – это Венера, Меркурий и Марс. Либо же там два светила, которые важны – это Луна и Солнце. Либо же там восходящий знак. То вы буквально очень-очень много можете заработать. Если у вас стихия Земля меньше представлена, это просто возможность сделать прорыв в этой области. Потому что как астролог скажу, я всегда замечаю, когда рассматриваю натальную карту у людей, я смотрю всегда, где вообще нет планет. Такие знаки, такие дома, ваши натальные карты, вашего гороскопа, они требуют развития в этой жизни. И, видимо, вы сможете развивать какую-то сферу жизни, где у вас может не представлена стихия Земля. И нужно развивать там и найти свои таланты. А у кого представлена стихия Земля в гороскопе, как я уже сказала перед этим, можно прогнать назад и послушать, то у вас просто будет прорыв. Просто повезет и все. Вы просто будете иметь возможность хорошо очень заработать и как бы еще обеспечить себе будущую финансовую свободу. Очень хороший расклад. Я желаю, чтобы так оно у вас и было. Теперь смотрим с вами на вторник. События дня. Возможности или препятствия. Что карты покажут, то я честно скажу. Пятерка чаш и двойка чаш. Две карты стихии вода. Но это опять же, если вы представлены в вашем гороскопе, представлены такие знаки, как рыбы, раки, скорпионы, то я смотрю, что что-то очень... Энергия какая-то опасности. Вы как бы здесь, вот видите, на втором этаже, и вы не знаете, что происходит на первом. То есть вы в своей жизни живете по каким-то стандартам, делаете те или другие дела, которые вы наметили или еще как-то. И вы не в курсе дела, что происходит там, где вам не видно. Это знаете, как в видеоигре. Если вы разбираетесь немножко, как сделана видеоигра, она сделана по принципу жизни. Если творец нас не видит, мы энергия. Если творец нас смотрит, мы живые. Ну, то есть мы живые в том или ином случае, только мы материальные. Точно так и в видеоигре, как делают разработчики ее. Там, где пока вы еще не приехали, там пустое место для вас в вашем компьютере. Иначе компьютер бы сгорел сразу, он бы не выдержал такой нагрузки. Если бы мы везде были здесь и сейчас, мы бы тоже не выдержали бы такой нагрузки. То, что мы делаем, то для нас актуально. Что мы сейчас не делаем, то в данный момент не актуально. Это не значит, что у него нет в жизни. Оно есть для других людей, для других событий, но для нас не актуально. И вот эта пятерка сейчас говорит, что может быть в вашей жизни, например, вы расстались с каким-то человеком. Вы переехали куда-то, он переехал, вы потеряли связь. И для вас это сейчас не актуально. Но в голове вы очень страдаете, вы переживаете, вы хотите с ним встретиться или с ней. Вы тоскуете. И вот это все, что в голове, тоска занимает, если больше, чем, ну по астрологии я скажу, да, больше, чем 3%. Но я как астролог говорю, не от себя. Нашей жизни, значит, мы живем в иллюзиях. Потому что мы переживаем о том, на что повлиять нельзя. Всего 3%, подумайте, из 100. Мы должны думать о том, что теперь не перед нами. То есть может быть тоска там по той стороне, откуда вы, может быть тоска по человеку, с которым вы в разлуке. Или же он в постороннем мире уже. Если это называется daydreaming, если мы днем вот так проводим время, больше, чем 3%, то это очень опасно. Потому что мы не актуализируем то, что нужно актуализировать. И можем пропустить, вот видите, что творится. Здесь вообще ситуация опасная, сейчас все рухнет. А вы думаете, вернее не думаете, а вы, может быть, с закрытыми глазами живете. Это карта об этом. Если у вас в гороскопе представлены знаки вода сильная, это рывы, раки, скорпионы, вам особенно нужно услышать вот эти слова, которые я взяла для вас из пространства. Никогда не бывают мои слова. Это предупреждение. Ну и вот двойка чаш говорит, что человек, о котором вы сейчас думаете, он в любом случае приедет к вам. Или работы, которой нет уже. Вы восстановите силы, вы найдете лучшую работу. Например, вы потеряли там деньги. Всякое бывает. Послушайте. Всякое бывает. Сколько я раз теряла и начала с нуля. Буквально с нуля. Но я хочу сказать, что это всегда человека делает крепче, талантливее. В общем, развивает. Потому что, когда такая стабильность, ничего в принципе не нужно делать, человек стагнирует, он не может развивать себя, потому что у него нет стимула. У вас появится стимул развивать, например, отношения существующие. Или, например, у вас появится стимул, как мне пишут, буду ли я еще счастлива. Слово «быть» неправильное, потому что здесь активность. Здесь будете счастливы, если активность активно будете искать, так как вас ищут, когда нанимают на работу. Потому что в астрологии партнера – это как на работу нанять. Когда вы будете нанимать на работу, на работу мужа, на работу партнера. Когда вы будете активно искать человека, которому вам подходит, а не того, которому внезапно предоставила вам судьба. Судьба предоставит завтра еще 10 таких, а вы будете решать сами. Мы забываем о главном, о главной заповеди в Библии, что человек, каждый, он имеет, то, что имеет право, он должен выбирать, а не брать первого попавшегося. Поэтому у нас сейчас несчастная жизнь, что мы как бы начинаем себя подстраивать под первого попавшегося. Или под первую попавшуюся специальность, или под первое попавшееся обстоятельство жизненное. Не ищем то, что нам лучше. А для тех, кто живет сейчас в опасных местах на земле, не сидите, не ждите вот этот расклад. Двигайтесь дальше, переезжайте в лучшее место под солнцем. Кто живет в опасных отношениях, ущербных, не сидите, не ждите, двигайтесь в новые отношения, у вас это все будет. Ваша жизнь будет прекрасной, как сказка. Но если вот эти карты, они четко описали, как нужно вам и что делать. Что касается тенденции дня, но это оглянуться вокруг, посмотреть, где есть для вас более безопасное, более надежное или более profitable, более успешное место. И туда двигаться. Вот это все так просто. Все в животном мире все это делают. Даже пласты под нами движутся. Пласты горные, мы не знаем, почему они движутся. Но земля же, она имеет нас на своей поверхности, как пыль. А мы забываем об этом. Нам религия внушила, что мы вот великие, каждый из нас. На самом деле мы часть, часть земли и часть космоса. Поэтому нам нужно включать мозги и идти туда, где безопасно. А не думать, что вот мы помолимся и все будет хорошо. Потому что нельзя сказать, что другие не молились, которые пострадали. Видите, они тоже молились. Значит, что мы же не лучшие их, правда? Давайте посмотрим правде в глаза. Поэтому карта говорит, ну молиться хорошо, чтобы попасть в вечную жизнь потом. Это the only way, the only need to pray. Извините, я перешла на другой язык. Наверное, знаю, сейчас напишут мне радости. Поэтому перехожу на тайный язык случайно. Это самозащита, знаете, оговорка по Фрейду. Или по Фройду. Короче, мои друзья, смотрите вокруг. Если что-то не нравится, там начальник накричал, подруга грубит, муж нехорошо обращается. Что вы не дерево, вы можете перейти, переехать и устроить свою жизнь лучше. Почему я это говорю? Потому что это самая лучшая карта в колоде. Это вы и ваши обстоятельства. Будет счастье, будет любовь, будут деньги, все будет. Если в вашем гороскопе не представлены такие знаки, как вода, рэбы, раки, скорпионы, и вот в этих знаках у вас нет планет. Это говорит, вот именно этого чувства вам не хватает для успеха. Мне говорят, почему я не могу себя найти и так далее. И вот потому что этого, что я сказала, именно в вашем гороскопе не хватает. То есть это нужно развивать. Вообще тенденция интересная. С одной стороны, вы себя спасаете или кто-то вас спасает от чего-то. Финансовой какой-то несправедливости или жизненной, или любой другой. А с другой стороны, вот эта энергия открыта в ворота, и пожалуйста, идти вперед, и все хорошо будет. Такие тенденции. Я что-то так, как из пулемета, только что выпила две крепкие чашки кофе. Видимо, сказывается энергетиком, нам нужно slow down. А вот такие тенденции дня. Желаю вам счастья в этот день и всегда. А на среду смотрим, мои дорогие, что принять все среда. Что даст, от кого, от чего или от кого, да. Просто так не бывает. Так хорошо быть предсказателем, ты просто как бы ла-ла-ла. И просто поток считываешь, там не думаешь, да. А просто поток считываешь, что ты такой liberation, такое освобождение ума. Как интересно. Я просто считываю поток. Тому, кому нужны эти слова, услышит и узнает. Если начну считывать свой ум, так это будет, конечно, неправильно. Считываю поток. Итак, тенденции дня. Карта дня, можно сказать, да. Восьмерка жезлов и паш-меча. Восьмерка жезлов карта очень хорошая. Она говорит о том, что в этот день у вас будет... Ну, Вселенная хочет вам помочь. Потому что восьмерка жезлов у Райдер Уэйд, это когда все жезлы просто к земле летят. И это закон Сатурна, закон, что поселом, что пожнешь. Такое земное притяжение. Потому что еще никто его не смог побороть вообще никогда. Вот. И здесь эти ключи, что лежат в 8 ключей, это 8 ответов на ваши 8 вопросов. Себе спросите сейчас у себя, если хотите. Если... Но... Вы попробуйте эксперимент такой сделать. Чего вам и стоит? Если вы хотите, вот спросите высших сил. Я немножко двигала, потому что солнце ушло. Я же солнце считываю поток. Так что уже извините, что не так. Вот. И смотрите. Спросите у себя сейчас. Один, два, три или восемь. Ну, четыре, пять, шесть, семь или восемь. Какие планы? У некоторых из вас восемь планов. У некоторых только один или два таких вопроса стоит. И вы, как вы знаете, вы здесь такой большой, как большая фигура. А там внизу такой вы маленький. Вы ходите в костюме из своего маленького дома. Такой маленький человечек, человек в футляре. А вот. Ну, это мы, я и вы. Мы все боимся. Потому что в жизни там много людей вокруг. У каждого свой интерес быть в общем пространстве. И мы себя иногда осознательно, даже не осознавая, что он таким маленьким, там, вот, в костюмчике таким, знаете, таким. Вот. Как бы чего не вышло. А вот стоит такой в майке, такой спокойный, свободный человек, который, да, вот, смотрит на себя. Это ваше высшее я тогда, да? И ваша, ваша обыденная жизнь, где мы все боимся, естественно. А потому что всякие люди вокруг, боже мой, сколько людей нехороших вокруг. Большая часть. И поэтому мы становимся такими человеками, человеками в своем футляре, человеками в таком маленьком домишке, в таком костюмчике, как у всех, в общем, стандарт. Стандартная жизнь. И здесь ваше высшее я выходит так из-за кустов и говорит, «Да, ты что? Ты что? Пока ты вот так живешь, жизнь уходит навсегда». И эта карта, она, знаете, вообще-то, это второе, некоторые люди называют араху. Почему? Потому что здесь символы, они очень говорящие, супер говорящие символы, и они иногда дополняют эту. И иногда даже, кстати, на первый взгляд, не соответствуют. Потому что паж меча можно идти прочесть с другой стороны, что пока вы вот так живете в своей ordinary life, вы не знаете, что вас пугает. Но вообще-то на самом деле это вы и это вы. Так что вас пугает ваша вот эта большая фигура, когда вы делаете, что хотите, идете куда хотите, ни от кого не зависите, не считаете себя маленьким. И вот в этот день нужно иногда, может быть, если пожелаете, почувствовать себя, что оживает ваше высшее «я», и говорит вам, как вам дальше жить, что делать, невзирая ни на какие лица. Потому что если так будет, вы добьетесь восьмерки жезлов. Ну а восьмерка жезлов – это когда Вселенная говорит, «Мы тебя заметили, ты такой большой, ты такой большой, красивый или большая, красивая, умная. Мы тебя заметили, мы сейчас пошлем восемь ключей теперь, чтобы открыть восемь дверей. А где, что за этими дверями? У некоторых любовь, деньги, доход, таланты, я не знаю, красивая одежда, красивая косметика, вкусная еда, надежная крыша над головой, когда ничего и никто не угрожает. Что у кого как? Пишите мне, что вот восемь принципов? Пишите. Потому что я когда читаю комментарии, они в основном всегда просто человек говорит спасибо. Хотя спасибо – это поделиться, что-то сделать, поделиться с друзьями, там, оставить пальчик вверх. Это спасибо. А напишите что-то интересное, чтобы и мне, и другим было интересно считать комментарии. Ну, что у меня однотипные комментарии очень сильно. Вот. Напишите восемь. Восемь ключей, которые вы хотели бы, ну, кажется, ключ, как его описать. Лучший способ описать ключ – описать дверь, которую он может открыть. Что за той дверью у вас? Что вы там держите под запретом для себя? Разрешите себе это сделать. Ну, ладно. За один день восемь таких трудно открыть двери. Допустим, одну или две откройте хотя бы. Разрешите себе сделать то и другое. Мы обычно разрешаем себе то, что вредно. Мы знаем, что-то нельзя. Там бокал, пирожное. Это все нельзя, но мы себе это разрешаем. Зная наперед, что это, ну, вредно. Вот. Поэтому разрешите себе то, что вас продвинет по жизни. Что сделает из вас такого маленького футляря. Сбросим в себя этот футляр и такого вот свободного. Ну, если перевести опять… Это язык метафоры был. Он касался всех. Он самый мощный язык, потому что каждый представляет свою ситуацию здесь. Если перевести на простой язык, то здесь мало было денег станет много. Мало было любви станет много. Маленькая была квартира на одну комнату. Где поместишься? Еле-еле помещаешься. Будет большая квартира. И так далее. И это все будет, потому что восьмерка жезла просто исполняет желание. Это карта, которая исполняет желание. Вот это у вас все будет, и я в вас верю. Если я в вас верю, и вселенная в вас верит, что вам мешает этого всего достичь. Так оно и будет. Сейчас, мои дорогие, будем смотреть на четверг. Загадывайте свой день, спрашивайте выше всего, чего вы хотите, чтобы вам помогло в этой жизни, чтобы вам… Привет, весь мир зеркал. Чтобы вам сделало так, чтобы вы наконец-то ощутили в полной мере себя в пространстве, чтобы вы поняли, как вам получили эти деньги, как вам заполучить этого партнера. Ну вот то, что хочет, да? И так, поехали. У нас с вами сейчас здесь, в центре событий, возникает такой день, как четверг. Что дождень, что принесет, какие события на пороге, на пороге, на дороге. Давайте посмотрим, что на пороге, что на дороге. На дороге это какие-то, ну, далеко идущие планы, и на пороге это вот-вот будет. На пороге и на дороге. Кстати, вот дневники тоже советую так ввести. Что конкретно сейчас нужно делать и далеко идущие планы. Далеко идущие планы, в принципе, они не меняются, да? А то, что нужно делать сейчас, там конкретика. И так, у нас с вами здесь королева жезла. Это то, что на пороге. И четверка чаш. И в этом торог у нас четверка чаша еще не такая, в первый взгляд, неприглядная. Но с другой стороны, вот то, что неприглядно, может это иногда и происходит с нами, да? Неприглядно, когда нам кажется, что нас никто не видит. А вот, как мы себя ведем? Как у нас проходит ланч, когда нас никто не видит? Как мы себя ведем вечером? Здесь человек вечером смотрит телевизор, он объелся вот какого-то джанкфуд. И, в общем-то, ну, вот это, да, все. То есть здесь намек на что-то, что как мы теряем время? Это время, потерянное навсегда, и деградация. Может быть, кто-то в вашем окружении так деградирует. Вот это четверка чаш, в принципе, четверка чаш, она говорит, есть возможность все поменять, да? Хотя вот на Rider Waite это четверка чаш вообще не похожа. Там дает шанс вселенной, но тут, в принципе, тоже шанс есть, несмотря на то, что, может быть, у вас или у кого-то из вашей родни жизненный стиль не особо, да? А разруха какая-то дома, и, в общем-то, все такое запущенное, потому что, ну, знаете, очень часто люди такие. Дома все запущено, а как на улицу выйдет человек, думаешь, боже мой, да он какой-то чуть ли не очень-очень знаменитый, популярный, богатый. У него жизнь бьет ключом. И это, кстати, нас шокирует. Потому что если человек, вот я сейчас смотрю блогера, например, если человек там 65 лет, но вот эти кудри развиваются, и это косметика театральная, или еще что-то, и говорит нам этот человек, что я так вот с утра встаю, так себя веду, даже если дома, там, месяц не выхожу из дома, ну, или человек болен, или врет, да? И это у нас часто, особенно вот с соцсетями, там, в Инстаграме, или где мы видим такую, ну, или в 20-40 лет, говорит, не важно 65, может, потому что у меня 61, у меня пунктит насчет возраста. Это у всех бывает, ну что, мы все люди, да? То есть человек, который вот там в Инстаграм, ну, просто, просто фильтры использует, или с одного ракурса свою жизнь показывает, мы не знаем, что вот он так себя ведет. Если бы мы это все знали, а мы забываем об этом, мы бы себе давали тоже возможность не унывать, потому что, когда мы так видим, это не то, что мы завистливые, вы или я завистливые, нет. Мы унываем, это и все естественно, потому что думаю, боже мой, да что ж такое, что она живет в том же подъезде, что и я, там, где, в общем-то, все, дом такой запущенный в подъезд и все такое. Она выпорхнула просто, ну, вся в Гуччи и в Луи Виттон, а я как живу? Я скромная, я нормальная, ну, как нормальная, в смысле, что моя жизнь такая обыденная. Не забывайте, что тот человек, который вот в Гуччи выскочил, у него жизнь, когда он сам собой, он вот так, у него хуже, потому что, чем у вас намного, потому что есть такое понятие, ну, не то, что мы там ему хотим хуже, нет, нужно не забывать об этом, потому что есть понятие такое, полярность. И вот, чем человек больше, там, ногтики, глазки, все, вот, мне говорят, у меня руки дико старческие, страшные, но у меня ногти свои и так далее. А вот, зубы у меня страшные, зубы у меня свои, да, и так далее. То есть, ну, я как предсказатель, я знаю, что если я вот это все поменяю, Вселенная вполне возможно будет говорить со мной меньше, потому что люди, кто показывает только себя, это коммерческий проект, не забывайте, люди, которые никогда не были на Западе, не могут предсказать для западного человека, потому что пророк свое Отечество только понимает больше всего, или там, где живет, и так далее. То есть, если человек не показывает себя, например, кто же он пророк, он боится, наверное, чего-то, или же вот так вот себя ведет, да. Ну, это я вам для примера только там предсказания сказала. Но на самом деле, это очень мощная карта в этом понимании. Не забывайте в этот день или всегда, что не судите людей по тому, как они выглядят. Чем чаще человек, лучше человек приготовился в общем пространстве, тем хуже он вообще, он чувствует себя внутри, и тем хуже у него вот жизнь, когда его никто не видит. Ну, такая культура, как, например, Япония, там люди стараются в общем пространстве, наоборот, быть незамеченными, чтобы не сиять в общем пространстве особенно, потому что это плохой тон считается. Вот на загнивающем Западе, откуда я, кстати, я из Канады, кто не знает, у нас тоже это принято. Чем человек обеспечен или умнее, он не сияет в общем пространстве, потому что сияя в общем пространстве. Нет, нельзя. Потому что это общее пространство, это не культурно. Вот. Так что здесь Харта говорит, не судите по тому, что вы увидели. А часто это прямо и наоборот. Ну, или не спускайтесь до такого. Не спускайтесь, не спускаемся до такого. Если мы обедаем сами, я всегда обедаю сама, я открываю стол, у меня скатерть, у меня всегда эстетично, красиво. Не потому что я себя хвалю, а потому что я делаю эфорт, я делаю это специально. Я могла бы спуститься до такого очень быстро. И я это знаю как предсказатель, как любой из нас, поэтому я стараюсь не забывать о таких вещах. Или если я, например, вечером смотрю какой-то, может, фильм, да, вот так вот я не сижу. Если я себе позволила там чего-то перекусить немножко на ночь, я буду страдать всю ночь, потому что это не нужно у меня. Но эти калории, они не нужны. Не то, чтобы там плохие или хорошие, просто калории такие не нужны, когда мы ничего не делаем. А вот этот человек ничего не делал, он сейчас пойдет в постель, вот, посмотрите, как набил живот, и он будет за это платить, конечно. И здоровьем будет платить, и неуважением к себе, это главное, неуважением к себе. Начнем уважать себя, и вот эта карта Королева Жезла об этом говорит, что, ну это совсем, и вот это будет, да. Я уже объяснила все, когда я гомеопат все расшифровываю вам, чтобы вы знали, понимали суть. Окей, мои дорогие, что я хочу сказать, что я хочу спросить, да. Ну, мы хотим посмотреть на дороге, почему нет. На дороге 9-х, исполнение желаний. А вообще 9-х, чаш, исполняет желание, да. А раз она исполняет желание, то загадываете, ура! И двойка меча говорит, что вам сейчас очень плохо, вам действительно нужно загадать желание, чтобы оно исполнилось. У вас на пороге будет исполнение желаний, потому что плохая погода – это что-то не пошло, проект не пошел, страдаете, тоскуете за кем-то, с кем вы в разлуке, разлучили третерицы или обстоятельства, которые от вас не зависят. А что теперь у вас? Вот видите, кстати, это как на пороге, да, какой подарок на пороге? Кажется, не подарок, кажется, наоборот, забота какая-то. Но на самом деле, со временем это будет вам не видеться, как подарок. На дороге исполнение желаний и пройти через трудности. Вы уже заканчиваете эти трудности, у вас все будет хорошо скоро. Но вы еще пока об этом не знаете. Поэтому карты говорят, что плохая погода заканчивается, и будет сиять опять солнышко, будет все, что вам нужно. Здесь как у нас псалм такой есть. Господь накрыл столы, которые ломятся от явств. И это видят все, и тоже видят это враги. И враги завидуют, и враги скрижачат зубами. Но это вот такая жизнь, что Господь хочет вас благословить, чтобы и враги увидели это. А мы, кстати, иногда по нашему принципу, не высовываясь, почему бы нам не жить на полную катушку, и не бояться, что кто-то там увидит вас. Никто не сгладит ни в коем случае. Это карта, что вы под защитой высших сил, никто не сгладит. Вот такое замечательное время. Я счастлива, что так сильно карты мудро открываются. А я знаю, что чем мудрее карты мои открываются, тем больше на меня ругаются. Не знаю почему. Но справедливости в этом мире нет. Не нужно ее искать, просто жить. Смотрим следующий день. Это у нас будет пятница, мои дорогие, да? Пятница, правильно? Да. Что даст день? Я вам предлагаю, если есть желание, в тот момент, когда вы смотрите, просто подумать, что у вас перед глазами вашими. Что на дороге и что на пороге. А на дороге это то, что там стремится, может даже издалека, может даже и не видно еще, или еле-еле мерцает в тумане. И на пороге то, что вот-вот подошло к вашей жизни, и это нужно принять, если есть желание. Или можно закрыть дверь к этому, если чувствуете, что не хотите этого. Вот интересно, что карты скажут. Я возьму по две карты. Две карты на дороге и две карты на пороге. На дороге. Стену какую-то пробьете. Пробьете стену и избавитесь от иллюзии. Семерка, сейчас это иллюзии. В каком смысле иллюзии? У нас у всех есть иллюзии. Что есть люди делают то, что не приносит средств, но продолжают это делать. Потому что якобы, в кавычках, это их предназначение. Нет. То, что не приносит средств, там у вас нет талантов. Там не может быть ваше предназначение. Ну и либо, может быть, по талантам. Но там, где вы, например, живете, там больше парикмахерская не нужна. Их уже 10 штук. Нужно переехать, если вы хотите только парикмахерскую. Я только пример привожу для наглядности. Нужно изучить карту страны и карту мира, карту континента. И посмотреть, где же там есть такое, где вот именно ваша парикмахерская услуга, ваше умение не востребовано. Ну, как бы востребовано, наоборот. Но нет такого специалиста. Туда нужно и отправляться. Мы с вами живем в звездное время. Никто ни к чему не привязан. Национальность – это выдуманный концепт, чтобы нас использовать. Если сделаете тест ДНК, я его сделала, будете знать, сколько у вас национальности. И поймете, что там неожиданно откроются такие знания о себе. Откроете, что поймете. Вау, я не знала этого. Я думала, я другой человек. Наша кожа закрывает. Что у вас внутри? Что, какая кровь, да? Вот, пробьете стену. Ну, это стена, 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 может быть. Что за этой стеной? Почему нет двери? Почему нет ключа? Почему там кирпич? Может быть, вы закрыли это все потому, что боялись, что у Пети, у Васи получилось, а чего у вас не получится. Поэтому вы такую стену создали. А можно пробить ее. Посмотреть, хотя бы посмотреть, не говоря уже там, чтобы делать что-то. Это жизнь покажет. Захочется ли делать, это глаза покажут. Потому что глаза – это отражение нашего мозга, да? Ну, а с нашим мозгом связан кто? Творец, правильно? Поэтому, почему и земля? Потому что через наши глаза, свет из наших глаз, мы говорим, свет, это ты, там сказано, свет не прячь, поставь его вот так. Это все идет, что через глаза смотрит на мир творец. Поэтому мы, это такой сосуд, через который творец, через наши глаза видят все, наблюдают, делают соответственные выводы. А мы, когда имеем эту стену, мы не видим, не наблюдаем. Нужно вначале пробить стену. То есть, что эта стена означает? Ну, чтобы там была хорошая фигура, пробить стену-то, заставить себя делать каждый день упражнение. Вот это по калориям, это то, что заставить себя. Чтобы пошли дела, нужно заставить себе искать работу там, где будут достойно платить. Чтобы были лучшие отношения, заставить себя сказать, если ты сегодня не перестанешь там пить, грубить, стихами заговорил, пить, грубить, я себе и более кудрявого найду. И сделать это. Или даже не объявлять. Никому нет дела до этого. Человек вас предавал, что вы ему объявляете. Просто уйдите и все. Типа по-английски, да. Так сделать очень трудно. Многие из нас, 99% этого не делают. Поэтому мало людей, которые богаты, обеспечены или счастливы в личной жизни. Потому что человек себя подстраивает под того, кто попался ему под горячую руку. Под горячую руку это под горячие гормоны в молодости. Вместо того, чтобы всю жизнь пробивать эту стену. Мускулы же будут, когда мы стену пробиваем, правильно? Пробиваем стену. Легли на пол, сделали 10 отжиманий. Все. А я потом сделала. Сейчас вот мне вообще не хочется. Голова болит. Вот это, знаете, или еще что-то, да. Только что поела. Легли на пол, сделали планк. Ой, не могу так. Вот соседка делает 2 минуты. А я только полминуты. Ну и что, сегодня полминуты. Завтра будет 32 секунды. Послезавтра 35 секунд. Пример только для наглядности. Я знаю, что планк никого не волнует. Больше всего волнует. Человек хочет просто деньги в кошельке и любимого, извините, в спальне. И все. Но оно без пробития стены, оно ни у кого не получается. Ни у кого. Вы скажете, у нее получилось? Нет, она просто не говорит вам всего. У нее тоже не получилось сама по себе. А вот. А у того, у кого получилось сама по себе, этот человек не ценит никогда, да? А семерка чаш говорит об иллюзиях каких-то. Ну вот об этих иллюзиях я и рассказала. Ну вот такие знания умненькие, благоразумненькие берут из этих карт. А я простой человек, ремесленник, который вам это все дело рассказал. Ну что ж, а что же на пороге? А что же на пороге в этот день? Рыцарь. Нет, не рыцарь. Паш. Паш, который несет вам подарок. Это новый человек или курьер. А может, день рождения у вас? Я отчасти просто говорю, что вот видите, солнце. Это как открытка дня рождения. Поздравляю, желаю счастья. Или кто-то просто подарок несет вам. Не забываем, что если продавцы несут подарки, это бесплатный сыр, который бывает в мешеловке, да? А вот не нужен нам такой подарок. Это кто-то несет подарок, кто хочет, может, стать вам близким другом. Или действительно на пороге, да? То есть на пороге это вот-вот будет сюрприз. Сюрприз будет такой, что что-то прояснится, что-то будет ясно, что-то будет понятно. Какая счастливая карта солнца. А хорошая погода на душе, воодушевление, желание что-то делать. Все начинается с желания. Но желание не появляется на пустом месте. Только когда мы начинаем делать что-то. Только тогда появляется желание. И поэтому здесь у вас будет успех. Это финансы или любовь, или избавление от негативного влияния. Это все солнце. Солнце – самая лучшая карта. Без солнца не было бы никого. И нас Творец поселил на ту землю, потому что здесь есть солнце. Только поэтому. Вначале же солнце было сделано, а потом мы с вами, да? Поэтому мы зависим от солнца. Это солнце вот в этом подарке. А солнце – это эврика. Я знаю, что делать. Я знаю, куда ехать. Я знаю, что временная ностальгия у кого-то или временная трудность. Я знаю, что временное. Солнце у меня в кармане, да? Это то, что таланты, дипломы – это все. Солнце – это все то, что никто у вас не отберет. Да, они могут у вас все отобрать, но вот это не отберут. Никогда. Поэтому начинаем жить для себя активно. Солнце – это активность. И да, мы иногда ждем чего-то. У вас там вот открыли дверь, а там как бы темно внутри. Что-то такое там темно. Чего вы боитесь и ждете, что извне кто-то или что-то вам поможет? Это правда. Солнце – это извне. То есть нет, извне. В смысле, не извне. Солнце – это кто-то from outside. То есть снаружи. Я не очень-то умею говорить. Но вы поняли. Что-то там темно внутри. Чего вы испугались и ждете, пока дверь откроется, и вдруг подарок. Еще и сюрприз. Ну, вы дышите, видите, слышите. Это уже подарок. Многие из нас не понимают, что больше, чем этот подарок, лучше, чем этот подарок нет. Ничего. Ни миллион долларов, ни тот, который скажет «люблю, ради тебя горы сверну». Ну, мы сами, если свернем горы, будет класс. А вот. Давайте еще в двух словах. Успех. Задавайте вопрос. Потому что люди говорят не конкретно. Хоть я так конкретно говорю. Иногда так бывает обидно. Человек пришел, ведь все же альтруистичный. Ничего не платил никто. Приходит и говорит «не нравится». Не конкретно. Ну, не нравится – уходи. Чего ты в это самое. Что за подарок, который вам не нравится? Ну, часто, кстати, люди нам дарят подарки, которых мы не хотим. Вместо того, чтобы, если уж хотят нам что-то подарить, спросить «чего ты хочешь?». И если у вас это есть, дайте это. Но если нет, так нет. А часто человек нам дарит от того, что он считает нам нужно. Это нельзя. Или же человек как бы лучше знает, что нам нужно. Часто родители так делают. Или мужчина, который любит. Он часто дарит нам, девочкам, то, что он думает нам нужно. Это оскорбительно. Рыльца к ушку принес колечко. На мой взгляд, вообще. Вот. То есть, что это за подарок? Во-первых, пишите комментарии, которые будет интересно читать. Что вы хотите, чтобы было в этой коробочке с бантиком? Я вам лично сказала, что у вас будет энергия. Это прекрасное самочувствие. Вы избавляетесь от негатива. Есть желание что-то сделать. И купите себе все, что захотите. Подарок любви. Подарок внимания. Подарок общения. Подарок, когда мы просто понимаем, что... Но нас больше, если кто-то на нас смотрит. Если у нас есть партнер, нас больше. Потому что тогда, по закону физики, если мы видим что-то, это приобретает материальный смысл. Если мы чего-то не видим, это теряет материальный смысл. То есть, если человек нас все время видит, мы больше нас. Поэтому, конечно, вот любовь в этом плане, это и есть любовь. Любовь по-философски или по-физически, это не то, что мы думаем. Это там не... А не вот эта поэтика или этот фильм слюняный такой, который, в общем-то, кому не нужен. Потому что он делает подмену любви. Подмена понятий. Вообще эти карты о подмене понятий. Потому что солнце – это не подмена понятий. Солнце или есть, или нет. Здесь нельзя придумать. Ничего нельзя делать подмену понятий. А это подмена понятий. Почему там внутри темно? Почему там подарок светится? И чего мы ждем? Чтобы там не было внутри темно, зажигая свой свет. И так далее. Конкретно вопрос есть у вас? Не жди, не сиди, не жди. Потому что здесь вы сидите, ждете подарок. Не сиди, не жди, делай. И ответ будет да. Любой бы у вас был вопрос ко вселенной. Ответ да, если не будешь ни сидеть, ни ждать. Еще классно, что здесь, что на пороге. И вышло вот эта карта порога. Так что очень хорошо все. Я знаю, что все будет хорошо. И все у вас получится. Я вас не сомневаюсь. Вы знаете, сейчас мы будем с вами делать расклад на выходные. И я благословить неделю взяла карта. Выходные благословляют неделю. Потому что выходные, это знаете, когда у человека шаббат. Когда он отдыхает. Мы люди, которые работают на себя, отдыхать не умеем. Вообще никогда не отдыхаем. И шаббат это на сильный отдых. Когда человеку говорят, смотри, не будешь отдыхать, будешь на карте. Но на самом деле так и есть. Потому что человек испепеляет себя тем, что не отдыхает. Давайте на выходные и благословить неделю у нас будет на картах. Ленорман. Вот это очень любимая погода. Я ее взяла, потому что сегодня солнышко наконец-то. Но что там сейчас ушло? Не важно. Я надеюсь, вы будете видеть хорошо карты. Благословим вашу неделю. Что дадут выходные? То есть это суббота и воскресенье. На субботу и воскресенье будет один расслаб, как вы поняли. На этих картах Ленорман. На дне у колоды у нас коса. Это делатель. Да? Делатель. То есть вы такой делатель. Но нужно же отдыхать. И всегда быть делателем. О чем вам сегодня нужно знать? Что скажут карты? Какие дадут намеки? Потому что карты дают намеки. Куда идти? Что делать? У каждого плана, у каждого свои вопросы к картам. Я буду давать ту информацию, которую я буду получать. Но карта без слов тоже с вами говорит. Так что информацию вы еще и без слов точно получите. По две карты, потому что Ленорман только, начиная с двух, разговаривает. Книга и гроб. Кажется, ой, какие карты, да? Книга и гроб. Но это предки. Это сразу. Когда выходит гроб и книга. Книга это ваш род. Это записи от кащи родовые. Но и гроб это предки, ушедшие в мир иное. Потусторонний мир, который мы не видим, на который на нас очень влияет. Ну, например, родственник, который ушел в мир, но вы на нем думаете чаще. Почему? Потому что тот мир, которого не видно, на нас влияет сильнее, чем тот, который виден. И здесь будет следующие две карты. Это будет послание ваших предков. Послание, я говорю, куратора рода уже. Все коммерческие проекты делают по катанию. Все за мной повторяют. Если человек повторяет мои интонации, мои трактовки, но показывает, например, только стол себе. Да ну, он же вор, он же импостер, то есть оборотень. Так что такое дело. Anyways, что говорят предки ваши? Солнце и дом. Вау. Кажется, полная противоположность. Здесь у нас темно, гроб не видно, страшно. Гроб это страхи, родовые страхи какие-то. Какие-то духи, которые нереализованные. Ведь сколько духов нереализованных? Из триллионов возможностей вы родились. На одно рождение триллион нематериализованных людей. И эти нематериализованные люди — это нереализованные духи. Они остаются вот в этом состоянии. И поэтому у нас много страхов. Дом, солнце. Ну, это, знаете, как у меня есть такая чистка. Строим дом по новому адресу на солнечной стороне улицы, в котором приятно жить. Если вы заметили, у меня и на заставках, и на моих, на бэннер, на каналах всех моих. Там дома, горы. Это же все не случайно. Во-первых, я живу там, где горы. И море, океан. Но дома. Вся речь о вас, о вашем доме. В доме в том спокойном месте. Вот эти ландшафты все, что я вам показывала в комьюнити, это все же просто заговоры на счастливую жизнь. И почему мы все не живем на солнечной стороне улицы? Я когда иду на прогулку, я вижу красивые дома вокруг. Очень красивые. Я живу в Британской Колумбии. У нас безумно красивые дома. И думаю, что за этими стенами? Ну, как предсказатель, я очень много могу увидеть. Что за этими стенами? Не в красоте дома, а что за стенами? Кто там живет? Есть ли там радость? Есть ли там любовь? Есть ли там покой? Есть ли там такая сытая, спокойная жизнь? Или там драма идет? И вот там у всех драма всегда. Драма – это страхи, драма – это потери. Но я вам желаю, чтобы дом был на солнечной стороне улицы, чтобы там было тихо, спокойно, счастливо, достойно, в достаток. Это все солнце. Это успех. Может, тот работает из дома, у вас будет успех, деньги будут. Если мы будем делать все точно то, что мы любим, когда-то это все будет успешно. Дом на солнечной стороне улицы, дом – солнце. Кто-то купит квартиру, не сидите, не ждите. Солнце – это активная карта. Переезжайте, ищите лучшее место, ищите то место, которое понравится. У нас здесь в Канаде есть такая вещь, что когда приехали переселенцы из Ирландии из-за картофельного голода или из Украины, когда был голод, это было еще в начале 20 века. Я знаю, я таких людей встречала. Их потомков, в смысле. Из Украины кто приехал? Ну, естественно, в Украине земля очень плодородная, и она в Канаде мало где есть. Они шли, буквально шли, ехали, не знаю, это были какие-то героические люди по всей Канаде и пробовали землю, чтобы найти землю, похожую на их родную, которую они умеют cultivate, которую умеют производить там все. И знают, что от этой земли можно питаться. И они увидели, что в Антерию такой земли нет, но есть такие маленькие молочные. И они ехали вплоть до такой провинции, где это все может быть. Это Соскетчеван. Такая провинция, где у нас земля, вот такая, как средняя полоса Европы, чернозем. У нас-то есть такая земля только в Соскетчеван. Соскетчеван, можно говорить, Соскетчеван. Вот, и люди ехали или шли, и там мало кто выжил в первые годы, они жили в землянках, а это зима, ничего нет. Но верили, что будет весна, что они знают, как возделывать эту землю и их потомки, два миллиона их потомков, кстати, уже в Канаде, которые возделывали эти Соскетчеванские земли сто лет назад или больше. И теперь хлеб из Соскетчевана, пшеница и так далее, он славится, потому что это четко, как в Европе. Вот люди ехали, они не могли, они не, они простые люди были, читать не умели даже. Ну, простые крестьяне. А может, и кто-то умел читать, но я имею в виду простые люди, да. А вот, а что толку в этом, что мы читать умеем? И они, эти люди, не мирились. Что значит, почему это природа умный? Они не мирились в серединке наполовинку. А мы, окей, это человек, ну совсем не мой. Ну ладно, но кто, кто на меня посмотрит, да. Или, например, эта работа, я ее ненавижу, но я все равно ее делаю, потому что, ну что, а что я еще умею? Так вот эти люди не мирились. Не мирились с тем, что с серединку наполовинку, они искали самое лучшее, и они отца самое лучшее нашли. Я пример только для наглядности привожу. Кто имеет уши, да, услышал, кто имеет глаза, да, увидит, что не нужно делать серединку наполовинку. Не сидим, не ждем, ищем. Самый лучший дом, самую, самую лучшую еду, мало пусть, самый лучший там крем, самую-самого лучшего человека, самую лучшую прогулку, самый лучший свой день. Не миримся, не миримся. Не экономим на себе. И так далее. Вот. Это пример был. Кому не нравится пример, что или я не нравлюсь, ну так что же делать? Кто не хочет видеть примеры, тот, конечно, сам виноват в том, что он не видит и возможности. И так дальше, что еще скажут эти прекраснейшие карты? Ну, на дом, дом на солнечной стороне улицы, это счастливый дом, это богатство, это счастье в любви. Ну, что еще я могу сказать? Если вопросы такие были, вот вами ответы. А примеры для наглядности. Интересно коса и развилка. Что делает коса, когда у нас есть развилка? Развилка либо закрывает дороги, либо открывает. В данном случае только своими руками вы сможете открыть дороги. Ну, коса, здесь же есть рукоятка, а значит намек на то, аллегория, что нужно взять ее в руки и расчистить дорогу от камней, от сорняка, чтобы идти вперед. От этих камней это нежелательные препятствия на пути. Развилка иногда бывает, закрытие дорог. В этом случае открытие, потому что у вас есть инструмент, который вы можете использовать, чтобы дорогу открыть себе. Что еще скажут карты? Медведь и Луна. Луна это свой путь, это что-то будет меняться через месяц. Медведь начальники или тот, кто защитит. Через месяц ваша жизнь изменится к лучшему. Через месяц поменяется начальник, через месяц вы найдете другую работу, через месяц вы встретитесь, если вы в разлуке по каким-то обстоятельствам, которые от вас не зависят. А через месяц вы войдете в свою силу, через месяц вы вернете свою энергию, через месяц вы будете деловой человек, трефовая масть, который будет любить свою жизнь. Но Луна это тоже таланты в астрологии. Там, где у вас Луна, там у вас зарыты таланты. В том знаке или в том доме. Там, где у вас Луна, в натальной карте. Луна это те таланты, которые вы взяли от предков, унаследовали от предков, потому что на Луне предки, да? То есть, через месяц найдете свои таланты. Медведь это, конечно, человек деловой, где найдете свои таланты. Медведь это просто успех. Будете успешны очень скоро. Но карта Луна это перемены, будут перемены. Новое что-то придет, как-то ребенок, новое что-то придет, новое счастье, новая удача. Это чудо просто, да? Новое счастье, новая удача. Это то, что у вас будет скоро. Жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Это маленький клевер, маленький вот ребенок. Ребенок в данном случае это успех. Но это может быть ребенок. Может быть, кто-то из вас будет иметь детей, внуков. Но в Ленормане это редко бывает. В основном ребенок в Ленормане это новое что-то. А что новое показывает вот эта карта? Новая удача, новый успех. Новые какие-то бумаги, потому что бубна. Бумаги на владение, ценные бумаги, документы, визы, дипломы, контракты, покупки. Вот новые какие-то финансы. Что-то новое, что-то новое, хорошее. То, что принесет вам много всего хорошего. Новая стабильность. Тринадцатая карта это 4. 1 плюс 3, 4. В два раза лучше будет, чем было. А здесь два. Двойка это помощь. Всегда помощь высших сил. И все самое лучшее. Такой расхват, мои дорогие. Что есть, что есть. Из песни слов не выкинешь. А я вам всем желаю счастья. Всего самого лучшего. Пусть у вас будет много денег. И значит мне будет неплохо. Пусть у вас будет любовь. И если у вас есть любовь, вы будете хорошим, добрым ко мне. А это значит, что не обидите меня. То есть каждый человек это делает для себя. Желает людям добра. Потому что он знает, что если будут соседи хорошие, добрые, богатые, я только выиграю. Если соседи будут несчастные и так далее, энергетика, конечно, в нейбор тут будет не очень. Так что вот такие дела. Желаю вам счастья. Или нормального желаю счастья. Всего самого лучшего. И до встречи. Пока, мои дорогие. И, кстати, расклады не грех. Это форма медитации, форма планирования будущего. Так что сколько хочется, столько и смотрим. Все у вас будет хорошо. Гарантируют. Гарантируют вам это высшие силы и подтверждают через карты. Так что здесь никаких вопросов. Ну что ж, мои дорогие. Раз в неделю делаю расклад на неделю. Служу вам первой правдой. Делаю на месяц по знаком зодиака. И разные другие расклады. Пожалуйста, пересылайте мои расклады своим друзьям. Пользуйтесь подсказками моих карт. Будем дружить. Все будет хорошо. Все будет лучше, чем есть. Потому что сейчас все очень плохо и сложно в мире. И мы все с вами приносим что-то хорошее в мир. Прямая трансляция всегда выходит вот как на неделю, во вторник или в среду. Я хочу перейти на среду. Потому что во вторник, наверное, слишком рано на неделю делать. Но вот сегодня среда, по-моему, я точно не знаю. Счастливые не знают число. Вот среда у меня в 10 часов утра. Посмотрите там, как у вас, по вашей стране, какое время. Это на неделю. Это всегда эфир практически. Вот всегда. Если я в какой-то поездке, очень редко бывает такое, что я не могу выйти в среду. Тогда я делаю эфир заранее. Там на один день раньше. Например, в то время, когда у меня получается. И тогда я могу сделать один день заранее этот эфир. А в основном всегда, ну как я дома, так я делаю эфир. Ну и на месяц выходит где-то в середине месяца, на следующий месяц, по знакам зодиака. Это супер важно. Я астролог. У меня очень классный учитель по астрологии был и есть. Вот. И другие расклады тоже выходят. Я хочу выходить на каждом канале раз в неделю в эфир. То есть на этом канале это, скорее всего, будет среда. Иногда мне не терпится с друзьяшками встретиться. Я делаю несколько эфиров в неделю. Вы, наверное, в курсе дела. Это когда я соскучилась за вами, по вас. И хочу сделать эфир экстра. Ну обычно это раз в неделю. Спасибо. Вы мое счастье, вы мои радости. Я так счастлива, что у меня столько друзей. Это замечательно. Будьте благословенны. И пусть у всех людей добрых, у моих подписчиков, все будет хорошо. Пока, мои дорогие.